Электронный многофункциональный документ должен соответствовать и соответствует стандартам МИАТа, используется для оформления сборов, штрафов и дополнительных услуг авиакомпаний через систему бронирования. МИАТа можно выписать только в том случае, если авиакомпании поддерживают этот функционал на рынке определенной конкретной страны. Давайте посмотрим, как можно открыть список перевозчиков, которые поддерживают этот функционал на рынке Украины. Вот такой есть формат, который позволит нам узнать, какие именно перевозчики поддерживают возможность оформления электронных многофункциональных документов именно для украинских пользователей. Вы видите, список сейчас, список перевозчиков, он пополняется периодически новыми авиакомпаниями. Кстати, вопрос сейчас прозвучал по поводу рынка Молдовы. Если вы интересуетесь возможностью проверки для других рынков, соответственно, код перевозчика, прошу прощения, код страны вы указываете после индикатора М. То есть EMDP slash Market Moldova, если вас интересует этот перечень. Ну и точно так же для рынка другой страны, исходя из того, в каком пульте вы работаете, в пульте какой именно страны вы работаете. Авиакомпании самостоятельно определяют условия оформления EMDP. То есть это есть стандарт ИАТа, но тем не менее авиакомпании, руководствуясь ИАТовскими рекомендациями, действуют в рамках, которые они для себя определяют. И есть авиакомпании, которые уже несколько лет, всего, в принципе, этот стандарт работает уже 6 лет. Вот есть те перевозчики, которые присоединились к работе с EMDP изначально, есть те, кто постепенно присоединяется, кто-то недавно присоединился. Но мы будем надеяться, что список перевозчиков, которые открываются при помощи только что внесенных форматов, будет постоянно пополняться. Так, и, кстати, чтобы посмотреть данные о том, по конкретной авиакомпании работают ли они с EMDP Standalone, EMDP Associated to Segment, то есть два типа EMDP, о которых мы будем с вами говорить, можно взглянуть на данные по конкретному перевозчику. Я сейчас использую формат GC звездочка Ukraine, который позволит нам открыть перечень страниц, то есть первый формат, который вы сейчас видите, GC звездочка Ukraine. Есть икенты, которые помнят номер 447 и используют его вместо названия страны, но либо так, либо так можно выполнять это действие. Будет открываться список страниц, и чтобы открыть страницу, введите GP звездочка и номер страницы, как гласит подсказка вверху, введите. To select a page и так далее. Чтобы выбрать страницу, на которой есть определенная авиакомпания, данные по этому перевозчику, вы можете посмотреть на перечень кодов, то есть тут по диапазонам. Те авиакомпании, коды которых начинаются на буквы A, B, C, D и I, частично на букву I, потому что в третьей страничке продолжение кодов на букву I, вплоть до буквы K и так далее. То есть вы можете открыть какую-то из этих страниц. Но также вы можете открыть первую страницу, и в таком случае вы увидите список всех перевозчиков, которые аккредитованы в BSP Ukraine. Вот, это первая страница, она включает список всех авиакомпаний, они дальше порциями могут быть отображены, а можно и сразу весь список открыть. GP звездочка 1. Вот, информация, правда, здесь не все помещается, как вы понимаете, наличие скопки говорит о том, что мы должны листать вниз, move down, используя вверх, move up. Если на самую первую страничку move to top, вот, ну для того, чтобы было удобно просмотреть все сразу авиакомпании при помощи скроллинга, я добавлю скроллинг. Для этого три точки в верхнем правом углу экрана нажимаю, выбираю строчку «Копировать содержимое как текст» и подтверждаю желание отобразить все содержимое. То есть вам надо, чтобы ваш курсор находился на первой странице данных, которые там есть, и вот у нас появляется возможность проскроллить, не используя move up или move down. Поскольку список большой, я разверну двойным кликом, нажимая на этой панели, где, вы видите, сейчас курсор мой движется, я двойным кликом воспользовалась, чтобы экранчик у меня развернулся высотой, и таким образом больший объем информации будет доступен для вашего обозрения. И вот перевозчик любой из тех, которым вы заинтересуетесь, после кода перевозчика есть активная строчка, можно поставить курсор рядом, перемещаться кнопкой табуляции, можно нажать на соответствующую строчку и посмотреть возможности перевозчика, функциональные возможности перевозчика. Вот, допустим, авиакомпания А3, здесь о том, сказано, работают ли они по умолчанию с электронным тикетингом, работают ли они с такой процедурой, как ревалидация, а вот и об EMD речь идет. Из два типа EMD, EMD Standalone, EMD Associated to Signments, и вот и с теми другим функционалом эта авиакомпания работает. Также в этом экране есть информация о том, какое количество букв в поле имени, точнее будет какое количество знаков, включая слэш, в поле имени допускается для выписки билета последующей. Можно ли делать void обмена или void refund, да, в данном случае void обмена можно делать, yes, а вот отменить возврат, к сожалению, этот перевозчик не разрешает. Также мы видим, что есть возможность работать с групповыми бронировками, у этого перевозчика практикуется такая технология, как claim PNR. Требуется ли void для внесения, нет, не требуется, а также какая форма оплаты разрешена для использования это тэш и кредит карт. Напрямую в авиакомпанию оплата через кредитную карту. Вот таким образом мы можем оценить данные по конкретной авиакомпании, работают ли они, собственно, зачем мы сюда заходили, наша главная цель была, работают ли они с EMD. Если Y, то есть ES, значит, да, работает. Так, есть условия, которые должны быть соблюдены при работе с EMD. EMD, которые содержат хотя бы один купон со статусом open, они доступны в системе бронирования в течение 13 месяцев от даты оформления. Если же у EMD статус, статусы такие, как closed, exchanged, flown used, refunded или voided, то есть статусы не открытые для использования. То есть такими статусами EMD доступны в течение всего лишь 7 дней после изменения статуса купона. Что касается EMD двух типов, я сейчас вкратце скажу определение этих двух понятий. Ну и далее мы уже будем с вами на примерах обсуждать и тот, и другой вариант. Причем разными способами будем выполнять оформление EMD как в графике, так и форматами, так и при помощи джема. Так, значит EMDS, стендалон так называемый, они применяются для оплаты сборов или услуг, в том числе, также может быть и услуг, но в основном чаще, конечно, речь идет о сборах. То есть для оплаты тех сборов, которые не привязаны к полетным сегментам. Например, если нужно взять с пассажира сбор за обмен билета или при сборе за оплату депозита на группу. То есть это не касается конкретного сегмента, речь идет в целом о бронировании. То есть это EMDS, стендалон, самостоятельный EMD. Если же речь идет об оплате услуг, связанных с сервисом на борту, например, оплата за сверхнормативный багаж, питание, сопровождение несовершеннолетних детей или бронирование мест в салоне. То есть все эти услуги, они непосредственно имеют отношение к конкретному сегменту и, соответственно, они ассоциированы, относятся к сегменту. Соответственно, они называются EMDA, от слова Associated, ассоциированные к сегменту. Так, значит, начнем мы с обсуждения EMDS. Вот. И я открою бронировку, которую предварительно подготовила. Воспользуюсь возможностью открыть бронировку из недавних. Recent PNRs. Вот сейчас нажав на знак, который выглядит как такие своеобразные часы. Этот знак позволяет открывать недавно использованные бронировки и также посмотреть историю брони. Если вы, открывая некую бронь, хотите посмотреть историю, можно вот этой второй воспользоваться опцией. Но для нас сейчас актуально открыть бронировку. Я выделяю эту строчку. Recent PNRs. И комбинацию можно Alt плюс I также использовать. Так, значит, для того, чтобы поработать с бронировкой при помощи форматов выполнить обмен, я создала бронировку вот такую. Один раз, если мы кликаем на строчки с локаторами фамилии, мы видим изображение брони. Но это еще не есть открытая бронь. Возможно, вы не сразу сориентировались, какую именно бронь хотели бы открыть. Поэтому вы, может быть, одну, вторую, третью позицию активируете, смотрите, это те брони или не те, которые, в общем-то, появляются в маленьком этом обзорном окошке. И когда вы уже, к примеру, открыли некую информацию, которая соответствует вашему предположению, то есть, что бы вы хотели открыть, вы уже тогда кликаете дважды. Но на самом деле, если вы уже открыли какую-то, а потом решили открыть некую другую, то двойной клик сразу же закрывает предыдущую бронь, открывает новую. Я вернусь к бронировке, которая у меня создана на имя пассажира Дударенко Иван. И на этом примере мы с вами создадим сервисный сегмент, во-первых, а во-вторых, оформим EMD. То есть, если речь идет о создании EMDS, необходимо соблюдать следующие условия. Бронировка должна, во-первых, содержать активные полетные сегменты, должен присутствовать локатор авиакомпании. Предварительно должен быть оформлен электронный билет для пассажира. Это для всех ситуаций, кроме групповых депозитов. При обмене, если необходимо сделать обмен билета, и при этом надо взять штраф в виде EMD, необходимо сначала сделать обмен, потом создать сервисный сегмент, а потом уже оформить EMD. То есть, мы сначала добавим сервисный сегмент в бронировку. Он будет отображаться рядом с маршрутными данными, то есть в поле маршрута, собственно, он будет отображаться. После этого мы сделаем оформление EMD. Что касается оформления EMD при обмене через GEM, Global Exchange Manager, графическое приложение для обмена, то, работая с GEM, вы сразу же и билет меняете, и EMD оформляете. Средственно, сегмент автоматически тоже при этом создается, то есть сразу все комплектом будет выполняться. Но первый наш EMD мы оформим на примере, когда обмен выполняется вручную. Собственно, я его уже выполнила. То есть, у меня была создана бронь, был выписан билет, электронный образ билета. Сейчас я открою первый, вот, 415 билет был, 10 августа туда, 20 обратно. А потом я сделала обмен, выписала второй билет, вот, без добора. То есть, по такому же тарифу, не меняя класс. Вот, в тотале мы видим no additional collection, то есть никаких доборов не было выполнено. Но при этом нужно еще взять штраф с пассажиром в виде EMD. Если согласно требованиям я компании, именно таким образом надо брать штраф. Вот, если бы у нас штраф брался в виде таксы, например, то мы бы добавили при обмене эту таксу штрафную, пересчитали бы total, и total был бы выше, чем эквивалент тарифа. Но в нашем случае, вот, эквивалент присутствует, а в total нету ничего, потому что добор при расчете не отображается. Если мы берем штраф в виде EMD, он не виден в билете вообще, потому что будет создаваться новый документ, следующий документ EMD. Эти деньги будут проходить по-другому совершенно документу, и в билете данных про штраф вообще не будет. Итак, значит, что мы должны сделать, если мы планируем оформлять EMD S, то есть брать штраф в виде EMD S. Нужно, во-первых, добавить сервисный сегмент в бронировку, во-вторых, оформить этот самый EMD. Добавить сервисный сегмент можно несколькими способами. Во-первых, можно воспользоваться форматом, хотя это, наверное, не самый популярный вариант. Вот, мы с вами, тем не менее, его рассмотрим. Вот, но, наверное, все-таки начнем мы с того, что создадим сервисный сегмент при помощи графики, оценим его удобство, а потом рассмотрим и также способ добавления сервисного сегмента при помощи формата. Итак, чтобы добавить сервисный сегмент в бронировку, можно либо воспользоваться форматом решетка SVC, который позволит вызвать окно для заполнения. Вот такое решетка SVC. И точно так же это окошко может появиться, если вы воспользуетесь нажатием на кнопку в виде карандаша, подсказка «Редактировать PNR», «Edit PNR» появляется. Если вы нажимаете на эту кнопку и выбираете строчку «Create Service Segment», то есть «Создать сервисные сегменты», появляется точно такое же окошко. То есть для вас, возможно, будет что-то в приоритете, использовать ли решетка SVC, либо через вот этот карандашик открывать окно для заполнения последующего. И вы видите, что уже фамилия и имя пассажира подтянулись, но в случае, когда вы будете, допустим, брать штраф по бронировке при обмене билетов, где есть несколько пассажиров, то вам необходимо будет из этого выпадающего окошка выбирать сначала одного пассажира, создавать сервисный сегмент для одного, потом точно так же для второго пассажира, поскольку штраф отдельно для каждого пассажира вознимается. Так, значит, пассажир у нас уже есть. Далее, либо вы должны из этого окошка подписанного сегмент выбрать строчку сегментную, либо вы можете заполнить ячейки, их 4 штуки по отдельности, то есть либо одно, либо другое. Проще, конечно, выбрать сегмент, и тогда вот эти ячейки станут неактивными. Либо же по отдельности указать код авиакомпании, потом число месяц в формате DDMMM, то есть не указывая год. Только два знака дата и три буквы месяц. Но что касается даты, здесь нету единых каких-то требований, необходимо ориентироваться на то, что диктует перевозчик, хотя в целом большинство перевозчиков не ограничивают вас в том, какую именно дату необходимо указывать в качестве даты сервисного сегмента. Если вы выбираете вариант такой, как выбрать сегмент, допустим, я выбираю второй сегмент сейчас, у меня, соответственно, появится сервисный сегмент с датой на 21 августа. Будет плюсоваться еще один день к дате выбранного мною сегмента. Это позволит мне видеть сервисный сегмент третьим, и он не будет там смешиваться с маршрутными данными. Представьте, что если у вас в бронировке не один пассажир, а несколько, и сегментов может быть много, и когда для каждого из пассажиров вы будете добавлять сервисные сегменты на даты произвольно, а на самом деле в инструкциях перевозчиков правило сказано следующее. Вы можете указать дату оформления, то есть сегодняшнее число у нас 27 марта, либо дату вылета, либо дату после вылета. То есть, соответственно, если вы указываете дату 27 марта, то ваш сервисный сегмент будет находиться непосредственно под фамилией, и только потом уже будут идти сегменты полетные. Если вы укажете плюс один день после даты на первом полетном сегменте, то у вас будут перемежаться, перемешкают и маршрутные данные, и сервисные сегменты. Это будет, наверное, рассеивать ваше внимание, и не будет удобным. Ну, а если вы выбираете последний ваш сегмент, система добавит сервисный сегмент на дату плюс один день, и будут у вас сначала все маршрутные параметры, а потом уже сервисные сегменты. Кстати, в джеме на автомате добавляется плюс два дня. То есть это такая достаточно свободная версия, скажем, можно использовать дату, какая именно вам удобна. Далее, reason-коды. Коды, по каким причинам оформляются AMD. Когда мы нажимаем на стрелочку, в этом выпадающем окошке появляются строчки, и что очень удобно, вы наблюдаете именно те коды, которые актуальны для перевозчика Air France в данном случае. То есть вам не надо искать информацию где-либо в отдельных источниках, вам не надо обращаться к другим каким-то ресурсам, у вас все уже есть перед глазами. Все, что требуется делать, это выбрать нужную строчку в соответствии с вашей ситуацией. Есть такое понятие, как RFI-код и RFI-субкод. Код – это из одного знака, состоящее в обозначении, в данном случае код D у перевозчика присутствует. Это один-единственный вариант для оформления AMD-S. Это код D. И у кода D есть еще 5 субкодов. Это трехзначные обозначения буквенные, либо буквенно-цифровые, либо цифровые. И каждое из этих обозначений, каждое из этих RFI-субкодов соответствует какой-то определенной причине, по какой именно причине берутся средства с пассажиром. В нашем случае это penalty fee, и когда вы выбираете, кликаете на соответствующие строчки, то у вас будут подтягиваться данные. Код, субкод, а также описание. И вам всего лишь необходимо будет ввести стоимость штрафа в соответствии с требованиями правил тарифа. Я условно говоря, 1000 гривен сейчас напишу. Штраф, допустим, будет такой. Вы не должны указывать здесь код валюты, достаточно лишь указать, требуется указать лишь величину штрафа, после чего нажимаете на кнопку Submit. Это позволяет вам создать сервисный сегмент. Во-первых, есть подсказка. Service Equation Successful. Все замечательно, успешно. И мы видим, что в маршруте появляется еще одна строчка. И в этой строчке написано следующее. SVC сокращение, которое свидетельствует о том, что это именно сервисный сегмент. Код перевозчика. Далее статус ЕК. Статус ЕК характерен именно для сервисного сегмента, по которому еще пока не оформлен EMD. Аэропорты. Та дата, о которой мы с вами столько говорили, то есть плюс один день добавляется в данном случае. Потом код, субкод, описание, имя. Подтягивается фамилия, имя. Два слэша, между которыми появится номер EMD, как только мы его оформим. Пока до оформления здесь пространство не заполненное. И стоимость штрафа. А также подтягивается код валюты по умолчанию. Хотя мы с вами это не указывали, но это согласно тому, в какой зоне выписки вы работаете. Информация. Далее необходимо подписаться и сохранить, потому что в случае игнорирования этот сервисный сегмент исчезнет. Мы должны подписаться, сохранить. Ну, пожалуй, я все-таки его уберу, этот сегмент. Мы с вами рассмотрим, каким образом его можно удалять. Это обычный формат X и номер сегмента. X3. И удаляю я этот сегмент с той целью, чтобы мы с вами рассмотрели, как создается он при помощи формата. При помощи формата он создается следующим образом. Ноль. Потом сокращение SVC. Потом двубуквенный код перевозчика. У нас, допустим, Air France. Потом EK1. Статус и количество сервисных сегментов. Ну, собственно, их не бывает, их не может быть больше, чем один. Создается одна строчка для одного AMD. Потом код аэропорта вылета. Дата. Тире N1. То есть, если подразумевается, что взимается штраф при обмене билета для пассажира номер 1. N1. N1. Код. Субкод. Описание. И величина. То есть, когда мы с вами заполняли окно накануне, у нас подтягивались данные с кодами и субкодами. Мы вручную вносили лишь, ну, собственно, выбирали сегменты. Там подтягивалась информация по дате по аэропорту. Мы вносили только величину штрафа. Все. Здесь же вам необходимо полностью прописать всю информацию. И это тоже позволит вам создать сервисный сегмент. Вот он у нас появился. Есть. После того, как вы создали сервисный сегмент, необходимо оформить EMG. Необходимо оформить EMG. И для этого вы можете выполнить либо, опять же, графическим образом действие, либо при помощи формата. Чтобы оформить EMG при помощи графики, мы должны открыть меню инструменты, строчку EMG Manager. Если вы часто используете и запоминаете комбинации успешно, то ALT плюс K, вы видите, соответствует. У вас есть, в общем-то, напротив каждой строчки определенное количество каких-то подсказок. Тоже, какую комбинацию клавиш можно задействовать, чтобы открылось необходимое вам какое-то решение, либо функция ALT плюс K. Ну, либо же выбрать эту строчку. Итак, EMG Manager – это, скажем так, продукт, который используется для оформления, просмотра, аннуляции и возврата EMG. В случае, когда это необходимо, если авиакомпания разрешает подобные действия выполнять, такие как возврат. И у вас не будет необходимости запоминать длинные громоздкие форматы, потому что здесь также все очень наглядно, просто и удобно. Итак, если есть что-либо, что можно оформить, скажем так, из разряда EMG, то есть это могут быть EMG S и EMG A. В нашем случае пока что только единственный EMG S готов быть оформлен по сарестному сегменту под номером 3 в маршруте. Ну, вот он здесь указан. Для кого, для какого пассажира, какие штрафы. Необходимо добавить форму оплаты. Также здесь пока не подтянут номер билета. И если вам необходимо номер билета все-таки добавить, ну, естественно, без номера билета не оформится EMG. Вы нажимаете на знак карандаш, и номер билета у меня не отображается. Сейчас я обновлюсь. Можно это сделать при помощи такого действия, как Refresh PNR. Вот видите, требование игнорить, проигнорим. И опять EMG менеджер вызываем. Так. Вот уже зашел номер билета. Вы видите, готов для выбора. Зачастую мы видим, что этот номер билета изначально уже отображается, и в таком случае у вас нет необходимости заходить сюда под карандашик и выбирать из списка, как я сейчас это делала. В отдельных случаях еще, если это ситуация, когда авиакомпания позволяет вам брать комиссию, выплачивает вам, готова выплачивать вам комиссию за оформление EMG на услуги, то в таком случае вы можете еще и указывать комиссию. Но это скорее исключение, чем правило. Итак, я указала номер билета, применяю. Вот уже тикет, какой именно у меня отображен. Следующее, что необходимо делать, это указать форму оплаты. Вы видите, те моменты, которых не хватает, которые являются обязательными, они будут выделены красным. Когда не было выбрано номера билета, было написано тикет «Нон». Теперь форму в Payment еще у нас тоже не выбран. Мы должны его выбрать. Нажимаем на кнопку «Edit Payment Method». Выбираем из выпадающего окошка строчку «Cash». И после этого нажимаем на кнопку «Submit». Все, форма оплаты выбрана. Вы видите, «Cash». Если endorsement не является обязательной ячейкой для заполнения, то в таком случае слово «None» будет не красным цветом обозначено, а незаметным серым. И перед тем, как нажимать на кнопку «Ishue», выписать, я еще также поставлю птичку ячейки «Print», поскольку я хотела бы, чтобы документ EMD Resit после оформления этого EMD формировался, и чтобы он был у меня в электронном виде. Он может быть в бумажном, или в электронном, или оба варианта. Если вы желаете. Я хотела бы, чтобы через желтый ключик он был доступен, хранился на диске «C», был доступен через кнопку «Желтый ключик», поэтому я ставлю точку напротив соответствующей строчки и нажимаю «Ок». Если вы будете что-то менять, то вот есть кнопка «Options», и вы снова возвращаетесь к этому изображению, если захотите какие-то сделать изменения. Ну, собственно, тут важных моментов, самых таких важных, несколько. еще раз я подытожить хотела бы. Нужно указывать форму оплаты, нужно, чтобы был присоединен номер билета. Нужно, если вы хотите, чтобы формировался EMD Resit, поставить птичку в ячейке «Принт», ну и выписывать «Ишью». Нажимаю на кнопку «Ишью». так, неуспешно это произошло у меня. Сейчас проверим. Изменения были. Попробую закрыть. И еще раз проигнорю, попытаюсь делать это еще раз. Вы сможете заодно просмотреть повторно мои действия и вспомнить то, о чем мы только что говорили. «Ишью». Нет, возможно, можно речь о принтере. Если мне не удастся выписать при помощи EMD менеджера, я попытаюсь это делать при помощи формата и, надеюсь, в любом случае добьюсь и желаемого. Спасибо. Еще раз проверю, что у меня билеты был был выписан билет обмененный и номер у меня второго билета 416 и соответствует тому, который я видела в EMD менеджер. Ну, попробуем еще сделать вручную. Так, значит, для того, чтобы оформить EMD, попытаемся это сделать при помощи формата сейчас, используются следующие действия. EMDI, потом SM номер сегмента сервисного, у нас это номер 3 и номер билета, который был обменен, то есть тот, который со статусом Open, текущий билет. Далее форма кэш, а также print itinerary receipt. Вот эти параметры, которые мы наблюдаем сейчас, в конце отвечают за формирование документа сопроводительного, то есть квитанции EMD. Нет, not authorized. Боюсь, что технически это невозможно сделать на данном примере. ОР Франца сейчас мне. Так, но в таком случае я воспользуюсь возможностью оформить EMD на примере другого перевозчика. И мы сможем еще раз обсудить какие-то важные моменты. допустим, на польских авиалиниях. Я не буду много комментировать свои действия сейчас, поскольку в оперативном режиме, скажем так, хотела бы забронировать, выписать билет, переоформить его и остановиться поподробнее на оформлении EMD уже. перемога. Так. 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 билет оформлен как я добавляю новый сегмент удаляю 1 подробно а во всем что касается обмена вы можете посмотреть в записи вебинара который неделю назад он у нас есть на каталоге вебинаров на vmail.com slash travelport и так значит в этой бронировке которая сделала изменения по сегменту но билет еще не перевыписала я выполняю расчет и обнуляю маску конечно же следует сравнить текущую маску с исторической маской чтобы убедиться в том что добора нет либо если есть до борта и такой именно у меня будет без добора я поменяла только класс больше ничего так я открываю маску для изменений бью такс один слэш удаляю первую таксу а также удаляю все таксы имеющиеся в наличии проверяю удалены ли все таксы удалены подсчитываю итог и бьюти тел слэш закрываю маску и сохраняю свои действия проверяем то у нас с маской все хорошо маска у нас обнули нам нам теперь требуется внести номер билета в качестве формы оплаты формат тему 1x номер билетом просмотреть оплаченные таксы внести нулевую комиссию сохранить убедиться в том что мы все необходимое унесли до 0x ну и нужно выписать билет ткп билет выписан и мы теперь снова на том же этапе на котором были с air france то есть у нас есть обмен билета нам надо добавить сервисный сегмент призем код выбираю увидите что если у air france были свои кита в обозначении свой набор параметров то у польских авиалиний он уже 0 то есть у каждого перевозчика есть какие-то параметры характерные для именно этого перевозчика создаю сарестный сегмент охраняю сарестный сегмент и давайте пробовать им г-менеджер здесь номер билета как вы видите подтянулся все хорошо форму оплаты я добавляю я надеюсь что после многократного повторения мною этого этапа вы чувствуете что уверенность уже определенная что именно мы делаем сейчас и отображаю возможность выбрать создавался сопроводительный документ птичка есть остается выписать и шью энди создан успешно замечательно вы видите да если какие-то замечания или какие-то технические проблемы появляются то комментарии будет с знаком рядышком красного цвета если все хорошо то зеленый знак птичка на зеленом фоне все окей и после того как вы оформили энди у вас сарестном сегменте добавляется номер документов со ссылкой на номер купона си один номер купона так у нас сейчас появились вопросы я смену на ваши вопросы нет это были вопросы на которые я уже ответила но окей продолжаем где нету новых вопросов так значит мы оформили энди у нас есть поле и мгл теперь поле и мгл с данными по и мг которые в конкретном случае у нас были выписаны и так у нас есть список пока что состоящий из одного единственного документа вот есть его номер фамилия имя индикатор ай обозначает и шью оформленный есть дата оформления а также время оформления по зулу тайму причем с указанием часов минут и даже секунд все список окончен если вы хотите посмотреть детально вы либо кликаете на единицы либо вы можете воспользоваться форматом и мгд-1 и мгд-1 enter закроется точно такая же страничка вот здесь вы видите также номер эмди на часть фамилии здесь ограничения по количеству знаков поэтому то что фамилия не целиком это нормально имя титул локатор бронировки система галилео пульт 7g 8g это код нашего пульта и и а то номер нашего пульта так с коды субкоды описание сумма статус юст вы видите если вас смущает этот статус то есть обычно он появляется в билетах в электронных билетах когда уже пассажир воспользовалась воспользовался возможностью улететь но по сооритетному сегменту конечно же не идет речь о том что кто-то чем-то воспользовался он там так воспользовался возможностью получить услугу да и этот статус блокирует возможность делать возврат то есть возврат невозможен для и энди которые оформленные по случаю штрафа за обмен возврат не всегда возможны по случаю оформления энди по услуге этот перевозчик но если бы возврат все-таки был разрешен вы решили бы понимали что такая возможность есть вы для выполнения возврата кликаете на соответствующую строчку или же вы можете поставить в конце строчки курсор и указать букву f то есть пускай вас не смущает буква f это есть соответствующая ситуация буква то есть если мы хотим заводировать мы можем поставить букву вид и это даст возможность заводировать а вот для возврата случае когда перевозчик разрешает будет возможно указать букву f но для данной ситуации когда возврат технически не поддерживается видите что ответ не может быть возвращен это есть энди по обмену по случаю обмена и он конечно же не может быть возвращен если бы даже мы захотели вот если мы хотим посмотреть более детальный дисплей нажимаем на соответствующую строчку либо ставим курсор в конце этой строки нажимаем enter и у нас появляется страничка с описанием то есть детали касающиеся данного энди отсюда мы можем вернуться обратно к саммари то есть к тому изображению где мы только что были либо также могли там заводировать или сделать возврат до желтый ключик нужно не забыть зайти нам посмотреть как отображается энди энди ресит на у меня это открывается изображение висит вот энди костана решит выглядит так ну при желании вы можете откорректировать изображение по своему по своим потребностям возможно у вас есть необходимо чтобы логотип агентства отображался вот это тоже допускает там такая корректировка информацию возвращаясь к системе так значит еще мы что можем сделать когда мы оформили энди зайдем снова в энди менеджера я если помните говорила что это не только для оформления продукта но и для просмотра для вайдирования либо для возврата если потребуется если что оформить то информация будет доступна закладки сервисы если есть что посмотреть есть закладка review вот у нас есть изображение здесь какой именно и был оформлен для просмотра деталей нажимаю на кнопку details и мы в принципе видели с вами эту информацию когда набирали и mdd1 если помните и просматривали detail дисплей вот отсюда мы можем сделать void нажав на войди на соответствующую кнопку но кнопка refund у нас не активно даже это будет я нажимать пожалуй не буду я еще раз напомню вам о том что это можно сделать из экрана который сейчас перед вашими глазами весь путь у нас выглядел так и mdl поле mdl потом нажатие на цифру 1 и потом нажатие на надпись void либо можно указать букву и в конце строчки еще один вариант вайдирования эта команда и mdl и номер и mdl если вы хотите заводировать по причине того что возможно и mdl был выписан ошибочно не на ту сумму например я заводирую это действием и mdl номер документа если вы будете выполнять вайдирование при помощи соответствующей строчки здесь вы должны подвести курсор но будьте аккуратны с просмотром изображения детального бывали ситуации когда агенты жаловались что они всего лишь хотели посмотреть детали нажимали сюда а курсор неожиданно опустился на миллиметр ниже и было выполнено вайдирование если вы хотите смотреть детали подводите курсор лучше к слову display нежели к слову detail то есть результат будет ожидаемым и правильным но вы будете в безопасности в плане того что не нажмете случайно на слово void лучше конечно избегать подобных ошибок появился вопрос какие есть возможности оформлять и я не могу вам ответить на ваш вопрос это компетенция перевозчиков по каким причинам можно оформлять и мги у каких перевозчиков это такие вопрос который касается авиакомпаний конкретных авиакомпаний если вы нажимали помните мы с вами открывали сервисный вот этот решеточкой сервис окошко где были определенные какие-то строчки по каким причинам вот у польских авиалиний можно делать оформление и по каким причинам air france а вот если возможно у каких-то перевозчиков есть и другие естественно причины чтобы оформлять и мги вот я не исключаю возможности что есть разные конечно же причины ну то есть это действительно так они есть вот но какие и у кого я на эти вопросы вам ответить к сожалению не могу какие причины и у каких перевозчиков так мы с вами заводировали и мги вот и я для того чтобы как бы как-то обосновать причину вайдирования да я выполняю следующее действие я удалю сейчас сервисный сегмент x3 и мы с вами это консценируем ситуацию когда пришлось вайдировать потому что штраф был взят не на ту сумму например так вот я делала такое действие как вайдирование и мги также удаление сервисного сегмента и нужно создать на правильную сумму сервисный сегмент и также нужно оформить и мги на соответствующую сумму вот reason коды видите какие у каких авиакомпании в общем то это здесь можно будет найти допустим на 1500 гривен 1 мид успешно сейчас мы с вами оформим мг командой я это пыталась уже сделать на air france но тогда у нас не при помощи мг менеджер они не при помощи формата не удалось это сделать потом на польских авиалиниях мы с вами успешно оформили при помощи и мг менеджера а теперь еще одна попытка при помощи формата номер билета напоминаю вам что очень важно указывать правильный номер билетом при обмене выберете штрафы деньги номеров билетов 2 естественно потому что был билет 1 который уже со статусами change и новый билет активный появился вот нужно указывать именно тот который новый тут который активный есть а я сейчас не изменила номер сервисного сегмента ведь и мне сразу же указывают следует выбрать сегмент номер сегмента сервисного они наугад писать нам то есть и mdi slash sm третий сегмент у меня из числа их номер билета fspi-r есть все успешно выписан документ вы видите что бронь при этом закрывается если мы делаем оформление при помощи формата мы заходим снова бронировку нажав на локатор видим что уже присвоен номер текущему нашему сервисному на в сервисном сегменте есть номер и md так и в поле и mdl у нас появляется запись под номером 2 если 1 уже и выписанных заводирован то 2 только оформлен да то есть еще не был заводирован он остается у нас случае когда мы делали все правильно мы оставляем это вот в таком виде то есть мы сделали обмен билета после этого мы оформили емги и там пожелали пассажиру приятного полета в hmpr как отображается и где можем сейчас вами увидеть в hmpr вот когда речь идет о билете то увидите индикатор эко если речь идет об и md индикатор и после серии авиакомпании такая есть индикация вот ну собственно сейчас я еще хотела бы продемонстрировать вам каким образом можно оформить и и на услугу услуги мы заказываем помощи корзинки как вы наверняка знаете и сейчас воспользуемся такой возможностью и так нажимаю на знак картинка открываются перечень услуг так так секундочку сейчас еще появились вопросы я увидела вопросы вернусь к вопросам по поводу того как оформлять эмги депо если речь идет о таком формате сейчас вот пример формата как мы можем оформлять на депо у вас должен быть здесь указан соответствующий соответствующая запись депозит таком случае или там которую перевозчик диктует указывать вот точно так же как формат содержит все точно тоже что и предыдущие но описание будет депозит описание именно в этой части будет меняться а по поводу оформления эмги на платные места у нас на следующей неделе будет отдельно вебинар посвященный бронирование услуг а также резервирование платных мест и оформление эмги на платные места поэтому я надеюсь увидеть вас на этом вебинаре сегодня мы к сожалению не будем напоминать эмги на платные места поскольку время также ограничено нам еще нужно с вами сделать заказ услуги оформление эмги на услугу а еще оформление эмги при помощи джема поэтому тот вопрос о котором спрашивает татьяна оформление эмги на платные места на следующей неделе на вебинаре посвященной посвященному этой теме и так услуги корзинка и должна открыться страничка с перечнем услуг если вы хотите заказать допустим дополнительный багаж сверх нормы по тарифу вы ставите соответствующее количество единицу на путь туда на путь обратно если нужно и туда и обратно но не более чем цифра один может быть то есть не более чем одна услуга одного типа если это услуга с дополнительным текстом должна быть то существует еще кнопка ssr free текст например если речь идет о том что это услуга на перевозку животных например то мы должны будем сейчас это багаж всего лишь поэтому я только гипотетически пока что объясню а потом еще вернемся к этому вопросу свободный текст мы пишем в ячейке ниже где написано введите свободный текст если это багаж или любая другая услуга которая не требует дополнительного текста то достаточно поставить количество услуг также здесь мы могли бы выбрать фильтруя какой-то из типов услуг возможно вы хотели бы минимизировать количество в этом перечне данных чтобы допустим там про спортивное снаряжение хотя тут у перевозчика польские линии много достаточно разных ну вот если только животные багажа допустим вы отсортировали и не надо искать листать много так значит для какого пассажира мы тоже должны будем выбирать поскольку поскольку услуга для конкретного пассажира должна быть указанной на конкретном сегменте соответственно есть возможность конкретизировать по пассажиру а также колонка для сегмента если не на всех сегментах а только на одном вы на соответствующей колонке ставите цифру 1 итак нажимаем на кнопку review кнопка review проверяем все ли здесь то что нам требуется и apply применить все услуги были успешно забронированы и поле с поле service information мы видим что услуга с кодом pdvb first checked baggage до 23 килограммов пока что у нас в состоянии pn в состоянии запроса и на первом сегменте и на втором сегменте если нам ее подтвердят вот я вижу уже есть требование игнорить игнорирую и проверяю да она уже подтверждена статус который был pn сейчас уже изменился на статус kk на строчке с кодом услуги pdvb а еще появляется всегда при заказе через корзинку если будет оформляться mgin в дальнейшем сопутствующая строчка asvc в которой мы видим расшифровку код субкод четыреубуквенный ssr код и полное название той услуги associated to segments которая относится к сегменту той услуги которую мы заказали статусы на этих строчках выглядят следующим образом пока вы не выписали emd у вас на asvc будет kd после выписки у вас будет статус hi кстати так же как и на сервисном сегменте который мы с вами помните создавали пока он был создан но там не было оформленный emd статус был ek после оформления emd на этом сервисном сегменте у нас статус hi отображается значит если речь идет о том что emd вот мы с вами говорили есть emd s emd emd на сборы emd на услуги создаются все требующиеся действия перед оформлением по-разному то есть в случае с сервисным сегментом вы видели это было через решетку свиси в случае с услугой через корзинку мы создавали определенные действия выполняли вот они друг друг другом совершенно не похожи а вот оформление emd у нас уже будет достаточно однотипным это через emd менеджер можно сделать либо через команду также но я все-таки хотела бы заказать еще услугу с требующую дополнительного текста поэтому я вернусь к знаку корзинка так модифай возвращать к списку выбираю пэт пэтен холд на одном сегменте закажу apply прежде чем нажимаем на apply мы проверяем все ли у нас в этом списке соответствует нашим пожеланиям мы видим здесь услуга стоимость статус подтвердены или только выбраны или только как вот что касается перевозки животного так так я заказала animal in hold лучше in cabin закажу больше вероятности что подтверждение будет если мы уже сразу идем на ревью не указав ничего про дополнительный текст вот нажимая apply нам скажут о том что вы не указали дополнительный текст видите вот реформ текст требуется хотите ли вы исправить ошибку да хотим и пэтен cabin так а пэтен холд у меня там остался да пэтен холд убираю пэтен кабин на одном участке и необходимо указать текст конечно же у разных авиакомпании он может отличаться но нужно следовать требованиям перевозчиков конечно же все требуют общий общий вес животного тип животного вес животного вместе с контейнером кстати да тип животного и параметры коробки допустим 45 на 35 на 25 сантиметров потом нажимаем на кнопку add добавить и на кнопку apply потом review и опять же применить то есть мы что то что в этом списке оставляем оставляем это то что нам надо все были успешно забронированы открываем поле SI снова и видим что появился вот вот у нас pet and cabin pets и для pets есть своя строчка ASVC то есть кодировка ASVC это не есть код отдельной какой-то услуги это есть строчка сопутствующая pets для pets свой ASVC для PDVB свой ASVC так что посмотрим подтвердили ли нам животное в салоне к сожалению нет но нам для того чтобы рассмотреть как выписывается EMDA на услугу достаточно и чемодана кстати pets тоже подтвердили замечательно есть для того чтобы оформить EMDA на услугу также можно воспользоваться либо форматом либо графическим решением EMD менеджер если речь идет о формате он будет выглядеть так там где переменные данные у меня там 13 точек указаны то есть подразумевается что там должен быть номер билета я вношу номер билета того который с открытым статусом если после обмена IC номер билета слэш сегмент какой именно сегмент если несколько сегмента мы указываем с 1-2 если только один сегмент с соответствующий номер сегмента ну пример формата если вы записываете для одного сегмента с 1 для нескольких с 1-2 или с 1.3 в зависимости от ситуации так также могут быть варианты если вы хотите указать в вашем запросе при оформлении форматом код то есть указать можно не номер сегмента а код RFI код буква си в данном случае то есть это будет так RC рис так я прошу прощения здесь еще раз я формат ввожу потому что не очень четко у меня было указано так RC после номера билета слэш рисун код си и так далее ну это не так удобно наверняка как по номеру сегмента и естественно не так удобно как будет через EMG manager еще есть один вариант по порядковому номеру запроса можно указывать порядковый номер запроса так G и номер запроса по счету первый второй третий и так далее допустим второй у нас например первый на чемодан второй на животное но они тут не пронумерованы поэтому конечно же могут возникать вопросы какой номер указывать для того чтобы минимизировать количество всех этих недоразумений и знаков вопроса в вашем сознании конечно же можно пользоваться EMG manager потому что в таком случае у вас все будет наглядно и показательно и удобно то есть когда вы открываете EMG manager если какой то из этих запросов вы не хотите оформлять вы убираете птичку в соответствующем обозначении вот то есть соответственно будут оформлены остальные мы допустим чемодан на путь туда будем оформлять животное пока нет пассажир еще не решил и чемодан на путь обратно тоже оставим вот допустим я какие то птички оставляю какие то убираю мы контролируем что был номер билета прописан да он прописан форму оплаты надо добавить добавляю форму оплаты ставлю птичку ячейки print чтобы формировался документ и выписываем так все успешно выписаны посмотрим теперь EMGL вот у нас список документов которые на данный момент были оформлены вот вы видите что первый тот который мы оформили и заводировали отмечен индикаторами i и v а второй и третий только i если вы хотите посмотреть детали по каким причинам эти EMGL были оформлены вы можете либо нажимать на порядковый номер либо набирать команду EMG D2 EMG документ второй EMG документ третий здесь EMG D3 открою в отдельных окошках вы видите где у нас за перебронирование а где у нас за чемоданы можно по отдельности оформлять есть авиакомпании у которых однокупонные EMG поэтому даже если вы их вместе оформляете будет отдельный номер каждому на каждую услугу предоставлен но в данном случае у польских авиалиний один номер предоставлен на обе услуги на обоих участках если бы мы убрали птичку возле одного из возле одной из ячеек то сначала оформили бы первый допустим а потом бы можно было бы отдельно оформить второй но мы оформили их одним документом таким вот образом был оформлен EMG на услугу использовали мы все тот же EMG менеджер так же как и для оформления на штраф так если мы видим что еще есть некая услуга которая могла бы быть оформлена она будет в разделе services а если уже что-то готовое для просмотра может быть открыто вот есть ячейка review для просмотра деталей есть кнопка вот и в данном случае уже refund доступен если это услуга которая может быть возвращена она доступна эта кнопка попробую сделать возврат я не изучала вопрос разрешает ли авиакомпания польские линии делать возврат но мы сейчас можем попробовать в любом случае нет снота вторая нет возможности делать возврат в случае когда вы делаете возврат все таки по emg то вот тут где мы видим индикатор i для issued v для воид в возврате будет указано rf аббревиатура rf которую можно расценивать как refund full здесь не может быть частичного возврата конечно же либо возврат полный либо никакого возврата помимо процедур о которых мы с вами уже поговорили оформление им и вайдирование возврат также обсудили то что не все перевозчики разрешают его делать и не на всех услугах либо причинах по которым можно делать оформление emg не везде можно в принципе возврат использовать вот а еще некоторые перевозчики разрешают обмены обмены emg на emg то есть допустим если был обменен билет и при этом еще естественно на другом рейсе нужно снова перезаказывать услугу в таком случае услуга это должна быть запрошена получить подтверждение а потом обмен сделать но тоже есть условия не все перевозчики разрешают делать это раз во вторых если даже разрешают надо чтобы сумма новой emg была абсолютно соответствующая той сумме которая была по первому им а если вы что-то из услуг заказывали а потом пассажир поменял свое решение и вы хотите эту услугу отменить может быть перезаказать на другом сегменте или вообще отменить в принципе вот например я отменю услугу пэц сейчас для этого используется такая команда сай точка код услуги четырехбуквенный сср код услуги собака если вам надо отменить услугу на каком-то конкретном сегменте вы указываете на каком именно или может быть вы хотите сделать конкретизацию по пассажиру в таком случае вы указываете пассажир номер и отделяете слэшем так как и при конкретизации по сегменту от четырехбуквенного кода так enter услуга оплачиваемая была аннулирована как вы видите но при этом вижу еще и требование игнорить поэтому чтобы повторить действие я игнорю снова вношу команду и сохраняю свои действия проверяю в поле сервисной информации видите уже пэц отсутствует остался только PDVB ну и номер билета еще здесь есть так значит это у нас было оформление EMGA оформление EMGA на услугу вернусь к вопросам сейчас потому что какие то вопросы у нас тут остались неотвеченными так по поводу EMGA DEPO о чем я уже говорила очень наболевший вопрос Татьяна вы говорите по поводу EMGA DEPO да он именно такой потому что используется для ситуации касающихся возвратов involuntary refunds ну собственно что касается формата самого то он достаточно уже нами был обсужден еще раз я найду его у меня есть вот он если речь идет о том какие детали когда это можно делать и что после этого надо делать с билетом который вы планируете возвращать то тут вопросы все таки перевозчику необходимо получать инструкции от перевозчика ну а через решетку свиси когда вы открываете у вас там есть сейчас попробуем через решетку свиси найти если в этом перечне есть вот deposit outpayments видите то вы просто выбираете эту строчку и вас формируется сервисный сегмент в котором будет описание содержать соответствующую нужную вам информацию точно так же как и коды тоже видите тут код дизу код 997 это важно чтобы коды субкод был указан соответствующий вот мы с вами обсуждаем сейчас технические свойства в общем то как форматы вносятся вот собственно сам формат достаточно несложный ну а все детали это уже перевозчиком значит еще что касается сопроводительной документации я открывала уже информацию из желтого ключика еще хотела бы продемонстрировать вам формат как можно повторно распечатать сопроводительную документацию это команда emd h номер документа слэш rd звездочка если вы это делаете по номеру emd не заходя в бронь как бы не ссылаясь на номер emd из бронировки а указывая номер документа emd это будет формат emd h номер документа emd допустим 080 раз 13 знаков у нас есть в номере документа emd слэш rd звездочка вот так будут выглядеть форматы для повторной распечатки сопроводительной документации по emd так ну и собственно еще я хотела бы продемонстрировать каким образом мы делаем с вами создание emd если речь идет об обмене при помощи джема при помощи джема я на примере этой же бронировки будет у нас двойной обмен в таком случае сейчас добавлю сегмент на 12 августа шала не сделаю обмен при помощи джема при этом у нас сразу же выпишется и emd что есть очень удобно быстро и не сложно не нужно отдельно делать обмен и отдельно создавать зарисный сегмент и потом еще оформлять emd сразу все комплектом то есть для работы с джемом мы поменяли данные по сегменту если вы создаете сами расчет вы можете это сделать можно и в бронировке и в джеме тоже создать расчет ну я создаю его в системе сразу же расчетом расчет в том же классе fq так ну и теперь перехожу к джему решетка джем и так какой билет идет перевыпуску вот этот то что касается обмена в том числе и при помощи джема еще раз напомню у нас был отдельный вебинар запись которого доступна на vmail.com travelport существующий расчет я подтверждаю мы видим что добора никакого нет в данном случае у нас можно нажать на надпись проверить и появляется в таком случае информация о текущем билете который будет обменен и так же текущий расчет по которым будет выписан следующий уже билет а вот внизу оригинальный билет уже со статусом exchange то есть это самый первый текущий билет и тариф который по которым мы готовы выписать следующий уже третий по счету билет прячем эту информацию переходим к шагу который называется комиссия и штрафы здесь мы уже остановимся на обсуждаемой теме поподробнее EMG выбираем ячейку EMG когда мы остановились на опции EMG для того чтобы оформить штраф таким образом у нас в любом случае будет отображаться строчка которая красным цветом прописана к себе привлекает внимание достаточно и звучит так важно данная компания возможно еще не активировала EMG в системе для вашего рынка можно не пугаться этой фразы потому что она появляется всегда в случае когда даже авиакомпания активировала EMG она все равно будет перед вашим взором поэтому не стоит ее пугаться она по умолчанию всегда отображается в любом случае агент берет на себя всю ответственность за обмен билета и за взимание штрафа с пассажира как величина штрафа такие параметры которые вы указываете как код субкод и описание вот но в EMG они подтягиваются так же как и в при создании сарестного сегмента как вы помните они подтягиваются это у нас замечательно код субкод 2103 нам нужно указать сумму допустим у нас там был штраф 1500 например так так ну и описание штрафа тоже указано далее маска к обмену контролируем данные менять здесь ничего не требуется нам так оплаченные таксы далее печать билетом распечатать билет отобразили точнее указали птичку напротив номера можно нажать на надпись проверить чтобы проконтролировать все ли здесь в порядке да маска обнулена такс здесь нету либо здесь должны быть доборы по таксам если таковые есть у нас доборов нет поэтому эквивалент равен тоталу также мы должны проверить указана ли у нас нулевая комиссия и в качестве формы оплаты должен быть указан номер билета предыдущего который идет к обмену мы подтверждаем суммы доплаты и нажимаем на кнопку далее для того чтобы уже завершить процедуру обмена с одновременным оформлением и билеты успешно напечатаны замечательно и перевызываем бронь еще раз сейчас вы видите два сегмента полетных и плюс сервисный сегмент который у нас остался с предыдущего нашего обмена звездочка я перевызываю обновляю бронь и добавляется еще одна строчка вот у нас появился еще один EMD документ 818 номер у него последние три цифры предыдущий был а нет я прошу прощения это 177 и 180 извините последние три цифры вот они так и если мы открываем EMD список EMD у нас появляется вот он 4 14 30 по зулу тайму оформен вот и для того чтобы посмотреть более детально либо на цифру на 4 можно нажать либо набрать команду EMD D4 открывается Rebooking fee штраф и так далее все остальные опции на месте также есть мы их с вами обсуждали поэтому не буду повторяться сейчас в принципе мы обсудили с вами сейчас все важнейшие моменты которые касаются работы с электронными многофункциональными документами то есть то что это очень и такая специфическая информация у разных авиакомпаний она может отличаться друг от друга и необходимо ориентироваться в нюансах которые имеют место по различным перевозчикам какие причины по которым берутся деньги с пассажира обмен это или депозит или услуга и какие именно услуги все это компетенция конкретного перевозчика почему кто-то берет деньги за штраф допустим в виде EMD кто-то в виде таксы перевозчика мы можем с вами обсудить инструменты как мы действуем если нам надо создать сервисный сегмент как мы действуем если нам надо оформить документ по сервисному сегменту либо же если речь идет об услуге как мы делаем запрос услуги и получив подтверждение оформляем услугу я надеюсь эта информация для вас была полезной и рада была что вы нашли время присутствовать на нашем вебинаре спасибо большое спасибо 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 спасибо